Первые после карантина соревнования по академической гребле стартовали в Киеве на Трухановом острове. Около 400 участников собрал открытый чемпионат города среди молодежи, посвященный памяти героя Небесной Сотни Виктора Швица. Эмоции участников соревнований собирала Елена Дидух. Первое соревнование сезона в июле для гребцов это очень не характерно. Обычно они выходят на воду в конце марта, но из-за пандемии коронавируса сели в лодки только месяц назад. Долг ждали этих соревнований. Середина лета у нас первый старт получается и конечно с рвением большим. Рвут и мечут, хотят гоняться во всех классах, какие только можно. В финале заезда мужских двоек на 2000 метров побеждают Богдан и Данила Якобчуки. Значительный отрыв от соперников Данила объясняет просто. Мы братья и можно сказать у нас синхронность лучше. Все выложились, гонка прошла хорошо, мы первые, мы довольны. Чемпионками в заездах двоек без рулевого среди девушек стали Екатерина Устюжанина и Юлия Заволока. Я могу сказать, что было очень неплохо. Мы в двойки вышли один раз. Честно, мы очень боялись, но было страшно немного. Но все прошло очень тоже хорошо. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Катиной победе особенно радуется мама Татьяна, бронзовый призер Олимпийских игр 92-го года по академической гребле. Мотивирует дочь собственным примером. Рассказывает, как тяжело было пройти отбор на Олимпиаду. Восемь раз по два с половиной километра. В определенном заданном режиме, темповом, временном и пульсовом. Когда мне было тяжело уже после пятой-шестой серии, я себе просто говорила, хочу на Олимпиаду, хочу медаль. И не знаю, откуда силы брались. Но действительно, я в том сезоне, я отобралась на Олимпийские игры, и у меня есть медаль. За два дня Киевского чемпионата будет разыграно 99 комплектов наград. Вручает медали победителям и призерам вдова Героя Небесной Сотни Виктора Швеца Тамара. Ее муж выступал в составе сборной СССР по академической гребле. Елена Дидух, Евгений Савицкий, Киев. Твой дом.